Привет! Давайте с вами сведем бас-барабан. У нас есть акустический бас-барабан, записанный на два микрофона. Bass Drum In и Bass Drum Out. Bass Drum In это микрофон внутри бас-бочки. Здесь, скорее всего, это лягушка. И внешний, скорее всего, конденсаторный микрофон. Но, может быть, он и не конденсаторный, хрен его знает. В общем, есть только два канала. Первое, что мы делаем, это копируем наш канал для Kick In на соседний трек. И немножко сдвигаем его влево. Этот канал у нас используется для того, чтобы запускать гейт на всех остальных каналах нашего бас-барабана. Только для этого. То есть, вот этот канал не звучит, он только работает для того, чтобы запускать гейт. Как видите, он немножко сдвинут. Вот это нужно сделать для того, чтобы гейт срабатывал более чисто, пропускал атаку, не срезал ее, и, соответственно, атака бас-барабана хорошо проходила. Ну и в целом, гейт при этом начинает звучать более аккуратно. И чистенько. Значит, вот наша обработка. Начинается все с гейта. Для начала, наша бас-бочка звучит вот так. Kick In звучит вот так. Мы сразу слышим, что здесь много всякой лишней информации. Вот эти хвосты, тарелки, малый барабан, который нам, в принципе, здесь не нужен. Поэтому нам и нужен гейт. Для этого мы берем канал с гейтом. На нем регулируем громкость, если это необходимо. Больше никаких настроек на нем нет. Дальше включаем наш канал с микрофоном. На нем врубаем гейт. Слушаем разницу. Вот это без гейта. А это с гейтом вместе. Разница существенная. Дальше у нас идет консоль. На которой у нас рулится, в принципе, только эквалайзер. Остальные вещи мы не используем. Динамический компрессор. Гейт и фильтр мы здесь не используем. Сатуратор на середине у нас стоит. Что касается эквалайзера, то у нас это приподнятый вверх на 8 кГц. 8 кГц на 3 дБ. Где-то в среднем. 5 кГц, где-то на 6 дБ. Здесь я поднял. То есть это дает атаку более яркую. И здесь у нас вырезана низкая середина мутная. Где-то 900. Вообще середина. 900 Гц. Широкополосным фильтром. И добавлено где-то в районе 60 Гц. Довольно существенно навалено низо. И в итоге бочка начинает звучать вот так. То есть она звучала вот так. А теперь она звучит вот так. То есть более сформированный уже низкочастотный и высокочастотный звук. Без коробочной середины. Дальше у нас микрофон. Внешний. Внешний микрофон, напомню, звучит вот так. На нем точно так же установлен гейт, который срабатывает от нашего специального канала. Дальше идет эквалайзер. На эквалайзере никаких настроек, только немножко добавлен низ. И в итоге это звучит вот так. Вместе с сатарым микрофоном это звучит вот так. Давайте добавим сюда немножко низких частот. Для этого берем канал Kick-In. Копируем этот трек на отдельный трек сюда. И в этом треке у нас есть специфичные настройки. Это тот же самый гейт. Дальше идет генератор Sub-Gharmonic Waves Airbus. На частоте 70 Гц я немножко добавляю низа. Дальше идет эквалайзер. Shelf-эквалайзер поднимает низкие частоты выше 100 Гц и срезает середину в районе 300 Гц, там где копится низкочастотная муть. Дальше идет компрессор, который немножко этот сигнал поджимает на 3 дБ. И дальше лимитер, который довольно существенно срезает. Потому что из-за того, что мы сильно подняли здесь низкие частоты, сигнал начинает клипить. Поэтому лимитер убирает эти пики и делает сигнал более ровным. Вообще, что нам требуется от микса, как правило, в районе низких частот, чтобы они были максимально ровными. Что касается и бас-гитары, и бас-барабана. Поэтому у нас отдельный канал специально для того, чтобы получить контролируемые низкие частоты. Итак, наша бас-бочка без каких-либо обработок звучала бы вот так. Теперь добавляем сюда гейт и эквалайзер. Заметьте разницу, когда я прибираю эти 300 Гц. и когда они не прибраны. То есть, когда я их прибираю, сигнал становится почище. Не такой мутный, как будто с забитым носом. Ну, то есть, появляется такой довольно чистый прозрачный низ. Еще раз послушайте. Теперь добавим сюда низкочастотную гармонику. Появился такой мощный тычок. Теперь добавляем сюда немножко компрессии и лимитер. А теперь соберем все эти три сигнала вместе. На подгруппе бас-драм-миг у нас стоит всего лишь только гейт. И все. Для сравнения, вот что у нас было. А теперь вот что у нас стало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА